МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Настала наша долгожданная встреча. Это благовещенская инструкция по применению. В студии я, Дементьев Илья, и мы начинаем. Генеральный спонсор программы – компания Стройленд. В Стройленд. Закажи свой потолок на стройленд1.ру Что делать, если твоя жена пошла на свидание не с тобой? Спасать ситуацию, конечно, и задуматься, почему она так поступила. Я тебя так долго ждала и вела себя хорошо. Честно-честно. И вот, наконец-то ты пришел. Я что-то не понял. Что происходит-то, а? Че это такое? При живом мужу на свидание ходит. Что это? Да какое свидание я тебя умоляю? Мы тут просто с дедушкой встретились. Обсудить мои новогодние подарки. Угу. Так-то бюджет семейный у меня. Ну, как-то он волшебник, а ты нет. Да. Иногда полезно задуматься о том, что имеем и чем недорожим. Пускай мой благоверный хорошенько поревнует, понервничает. Вдруг осознает, что такую, как я, сложно найти, легко потерять и невозможно забыть. Ну, давай, внученька, расскажи дедушке стишок. Ой, ну хорошо. Дети водят хоровод, хлопают в ладоши. Здравствуй, здравствуй, Новый год. Ты такой хороший. Молодец, внученька. Держите за это подарочек. Колечко. Да. Не нравится мне этот бородатый. Зачем изобретать велосипед? И так всем понятно, что лучший подарок к Новому году – это ювелирные украшения. А еще лучше – много ювелирных украшений. Арифметика простая. Когда на все колечки, цепочки, браслеты и часики дают большую скидку, то брать их нужно оптом. Такую логику поймет только Дед Мороз. Но ведь под Новый год мы все становимся волшебниками. Исключение только вот этот лысый мужчина. Слышь, дед, ты куда пяли что-то? Да вот думаю, в Снегурке твою девочку забрать. Слышь, старый, пойдем, выйдем. Вот дедушке для меня ничего не жалко. Поэтому присмотрю пару роскошных комплектов с редкими природными камнями. В год обезьяны рекомендуют быть яркими и выделяться из толпы. С такими украшениями это не проблема. И вообще я очень хорошо вела себя весь год. И заслужила бриллианты от лучших ювелирных заводов нашей страны. Причем даже на такой шикарный подарок действует скидка. Нужно только рассказать стишок дедушки. Ох, иди сюда, девочка. Садись к дедушке на коленочке. Проси все, что пожелаешь. Так, ну-ка, хватит с меня уже. Вставай, быстренько. У меня проси все, что пожелаешь. Я волшебник теперь. У меня даже шапка есть. Пошли быстренько. Вот это да. Запереживал и раскошелился муженек. Все эти украшения либо вечная классика, либо новинки 2016 года. Можно выбрать колечко под настроение. Вот такое для важного выхода в свет. Такое для привлечения всеобщего внимания. Необычный дизайн и причудливые формы. Вот что нынче ценится. Я, кстати, в долгу не останусь. Приобрету сертификат для благоверного. Пускай сам выбирает подарок. Что тут скажешь? Заслужил. Спасибо. Вот ваш канал. С вами было приятно работать. Прям дружили, да? Редежурный по рубрике. А еще кулончик можно? Можно. Ты же мой волшебник. Грядущий Новый год – год красной огненной обезьяны. Это значит, особенное внимание нужно уделить созданию интересного декора своего дома. Знакомься, Благовещенц. Это живой символ Нового года. Сегодня мы вместе с носиком подготовили инструкцию о том, как же угодить этой веселой и озорной обезьянке. Недаром говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь. А значит, начнем подготовку к празднику с украшением нашего уютного дома. Безусловно, главным атрибутом новогоднего интерьера является елка. Как театр с вешалки, так и Новый год начинается с елки. Если хочешь задобрить хозяйку года, позаботься о правильном наряде для лесной красавицы. Так что главную героиню надо украсить от души. Обезьяна тяготеет ко всему яркому, красному и искрящемуся. Смело сочетайте золотые и красные елочные шары и банты. Дополняйте блестящим дождиком и мишурой. Елочные шары обязательно подбирать одной текстуры и не использовать более двух цветов, советуют декораторы. Но если душа просит, украшайте всеми цветами радуги. Выигрышно смотрится белая елочка, изумительная по красоте, словно только что вышла из зимнего леса. Дед Мороз и снегурочка под елкой – традиционные символы нашего Нового года. Стоят любимые герои под елками уже более 80 лет. А вот традиция украшать входную дверь новогодним венком заимствована у западных стран. Но и в России встречаются любители такого оформления. А еще дом украшают вот такими декоративными рождественскими носками. А утром дети находят в них подарки. Вот сейчас закрывайте глазки, а мы подскажем вашим папам и мамам, что сюда можно спрятать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Угодить обезьяне совсем несложно. Ей по вкусу фрукты, овощи, сладости и, конечно, деликатесы. А стол можно украсить экибаной из экзотических фруктов. Если на праздничном столе у вас будут стоять свечи в изящных подсвечниках, то обезьяна обязательно зайдет к вам на огонек. Для праздничной сервировки используют свечи в форме снеговиков, снежинок, елочек, Дедов Морозов, елочных игрушек. Дополнить декор в новогоднюю ночь можно игрушками. Пусть символ года принесет удачу в новом году. Скатерть для новогоднего стола можно выбрать белую или красную. Подойдут оранжевые, желтые, позолоченные оттенки. Салфетки не должны сливаться с основным текстильным покрытием. Поэтому подбирайте оттенки, соблюдая контрастность. А еще салфетки с новогодней тематикой можно использовать для декора. В технике декупаж, например, простая бутылка шампанского превратится в произведение искусства. С таким декором новый 2016 год точно заполнится надолго. В вашей комнате будет по-домашнему тепло и уютно. А яркие аксессуары и украшения, переливающиеся и скрящиеся под бликами, подчеркнут торжественность вашего интерьера. Чтобы удача сопутствовала в новом 2016 году, нужно встретить его так, как любит обезьянам. Шумно, весело и с размахом. А мы с Носиком желаем вам удачи в новом году. Что нужно успеть до нового года? Ну, нарядить елку, купить подарки, привести себя в порядок. Ну, нам, мужчинам, с этим все просто. Подстригся, побрился и считай красавицей. Девушкам им сложнее. Марин, привет. Привет, пошли скорее, а то опоздаем. Пойдем. Марин, салон вообще-то в той стороне. Нет, в той. Давай не будем ругаться и просто пойдем в мой салон. Давай не будем и пойдем в мой. Вот так всегда, благовещенец. Никто из нас не может уступить. Спорим, у кого лучше сумка, чьи ногти длиннее и платье красивее. Годы идут, ничего не меняется. Даже сейчас упрямство взяло вверх и красоту наводить мы идем по одиночке. Алло. Мне вообще-то будут делать фиталонирование. Твоим волосам такое не снилось. Да что ты говоришь? Мне восстановят волосы на молекулярном уровне. Угу. Потом посмотрим, кто кого. Процедура делается в три стадии. Первая стадия – это у нас очищение, отшелушивание кожи головы. Вторая стадия – восстановление молекулярного уровня волос. И третья стадия – это увлажнение и питание волос. СПА-программа «Моим волосам» сейчас вообще не помешает. Сыворотки и маски этого комплекса содержат липиды, протеины, керамиды и аминокислоты. Такой уход восстанавливает волосы после окрашивания, химической завивки и регулярного использования плойки. Специалисты обещают, что после полной программы волосы приобретут жизненную силу, станут более мягкими и блестящими. Алло, ну зря ты со мной не пошла. Придется тебе в Новый год быть в тени блеска моих волос. Рано радуешься. У меня тут тоже все отлично. Подруга ничем не рискует, потому что выбрала лечебное окрашивание. Уплотняет волос, придает блеск, восстанавливает гидролепидный баланс волос, заглаживает чешуйки волос. Волосы становятся блестящие, объемные. Окрашивание подходит даже тем, у кого аллергия на обычную краску для волос. А все потому, что в составе красителя содержатся растительные экстракты. Благодаря своей основе пигмент глубоко проникает в волос, поэтому эффектом будешь наслаждаться до двух месяцев. Да, Ольга, конечно, лопнет от зависти. Бедная Маринка. Как она это переживет? А пока девочки перед зеркалом красуются, расскажу про еще одну процедуру. Флисинг или по-простому прикорневой объем. Это долговременная укладка с помощью специального состава без аммиака. После процедуры уменьшается жирность волос и создается стойкий объем, который сохранится до двух месяцев. Ну что, ты там шапку себе на Новый год купила? Только я ее решила тебе подарить. Ах так? Предлагаю решить спор честным путем. Отлично. Встретимся на том же месяце. Ну что я могу сказать? Неплохой у тебя результат, ага? У тебя тоже цвет новый и волосы такие мягкие. Ну что, в следующий раз вместе идем в салон красоты. А Марина, дежурная по рубрике, сразу говорила, что надо было идти со мной. Перед Новым годом нужно что делать? Экономить. А то на каникулах придется того лапу сосать. А как-то делать, знает Дарья, дежурная по рубрике. Пишем. Данная инструкция посвящена тому, как же все-таки научиться экономить стандартной семье из трех человек. Дано папа, мама, дочь и примерно пять тысяч рублей. Сейчас молодец, вообще классно сказала прям. Спокойся, пожалуйста. Я, по-моему, уже говорила, что только рабочие отношения. Почему они не реагируют вообще, а? Ты просто все неправильно делаешь. Ты-то откуда знаешь? Я женщина, у меня это крови. Будь по-настоящему и наглее. Ребенок знает, что говорит. Хотя этого мало. Ну, а я пока делом займусь и расскажу о моих любимых стоковых вещах. Скоро Новый год, скоро много растрат на подарки и гуляния, поэтому предлагаю экономить на себе. Эти вещи ничуть не хуже, а может даже лучше тех, что висят в привычных магазинах. Это брендовые качественные обновки, которые в Европе были актуальны несколько лет назад, но по каким-то причинам не нашли своего покупателя. Ай, ты вообще извиняйся. Я извиняюсь. Может, мы, ты и я, как бы, мы, там, кино? Нет, Владес, я же сказала, только работа. Я поняла, тебе нужно быть. Я? Такое нельзя. Говори, сух. Показывай, изучай. Бегом, бегом. Уже теплей. Нам, девушкам, нравятся интересные мужчины, одетые со вкусом. Между прочим, некоторые бренды в нашем городе есть только в стоке. Базовый гардероб с такими ценами можно обновлять каждый сезон. Несколько рубашек, джемперов и брюк обойдутся в пару тысяч рублей. Я поняла, тебе нужно быть умным. Иди, что-нибудь, я расскажу из галантовой физики. А, Дарья, а вы в курсе, что физики на Большом Адронном Коллайдере обнаружили распад частиц на два гомофотона? Все правильно. Массой более 700 гигаэлектронвольт. Продолжим дискуссию? Нет, спасибо. Ну вот и все. Умная девочка сделала все, что могла. Теперь пора и о себе подумать. Детская одежда в стоке продается на развес. И это удобно. Мальчишки и девчонки вырастают из одежды махом. Поэтому в таком случае экономить нужно вдвойне. Сэкономленные средства можно пустить на новогодний подарок. И это самый лучший совет всем участникам сюжета. Тебе нужно быть самим собой. Лысым и смешным. Беги, беги, догоняй. Все, ребят, спасибо за съемку. До завтра. Даш, давайте домой провожу. Ну серьезно, вот прекращай воду с Олдома. Я, честно, беспокоюсь. Ладно, все, пошли. Слышишь, а последний анекдот хочешь расскажу вообще ржака? Нет, спасибо. Ты просто проводишь меня домой. Для первого раза достаточно. Класс, сработало. Лысым и смешным. Это прям мое. Вот все на Новый год просят подарки у Дедушки Мороза. А вот самому деду никто даже и не думает что-то подарить. Вот так все и было. Хороший ты дедушка. Дедушка? А какой же я дедушка? Я еще мужчина в самом расцвете сил. А как же седина? Так, это ж генетика такая. Я, между прочим, сидеть начал очень рано. Лет в сто. Так ты бороду сбри и сразу моложе выглядеть будешь. Не, мне нельзя. У меня пара зубов нет. А борода этот факт вскрывает. Ой, Морозушка, так это же вообще не проблема. Ну ты, дедушка, даешь. Забыл, какой век на дворе? В наше время отсутствие зубов – это вообще не проблема. К тому же праздник скоро, а в праздник принято дарить подарки. И я, кажется, знаю, что тебе подарить. Слушай, девочка, ты знаешь, мне как-то это все не по карману. Я же на общественных началах работаю. Не переживай, дедушка. Я за все заплачу. Пойдем. А может в этом вопросе съемное протезирование? Не спеши, дедуля, отказываться. Протез этот из полиуретана сделан будет. А значит, никаких тебе металлических крючков, которые видны всем окружающим. И никакой аллергии к тому же. Полиуретан – материал гибкий и полупрозрачный. Поэтому он практически незаметен. А еще он гипоаллергенный. Вот так-то. Так же, как и обычные протезы, они являются ремонтопригодными. То есть, если у человека по тем или иным причинам удаляется какой-то зубик, то протез новый изготавливать необходимости нет, если он носится не больше пяти лет. Достаточно им просто снять слепки, приварить зубик к протезу, замену удаленного, и пользоваться этой конструкцией дальше. Еще протез из полиуретана не имеет пор, в которых могут накапливаться бактерии. Он не впитывает слюну, а значит, о неприятном запахе изо рта можно не беспокоиться. Полиуретан прочен, и риск сломать его при употреблении жесткой пищи или, скажем, при ударе, сведен к минимуму. Так что будешь ты, дедуля, совсем скоро радовать нас красивой улыбкой. Добрая все-таки ты девочка. Ну, добрая, не добрая. Просто понимаешь, ну, очень хочу бесплатно сделать чистку зубов. И тебе доброе дело сделаю, и сама в накладе не останусь. Ну, когда еще представится возможность таким вот бонусом воспользоваться? А в декабре все выгоднее становится. Так что момент упускать нельзя. Тем более, что протез из полиуретана можно на любое количество зубов изготовить. При этом не нужно удалять нерв и обтачивать здоровые соседние зубы. Самое то для такого, как оказалось, симпатичного мужчины. Ну вот. Подождите, а где дедушка Мороз? Так это ж я, я дедушка Мороз. Не узнаешь, что ли? Ах, ну какой же ты дедушка. Ты очень даже интересный, симпатичный мужчина. Как только Ирина дежурная по рубрике раньше этого не замечала. Сегодня я решил сделать подарок Дарьи дежурной по рубрике. Не банальные цветы, конфеты, медвежата, этого всего не будет. Я решил выполнить ее служебные обязанности. Классный подарок? Вот. Я сегодня за тебя все слова скажу. Тебе ничего не придется делать. Ну, максимум в конце одно слово скажешь. Пойдем? Да иди, уже стоишь. В честь чего такая щедрость? А, просто так. Душевный порыв у меня. Что еще дежурной нужно? Только возможность хоть немного отдохнуть от миссии инструктировать благореченцев. Ну, мне не сложно, а ей приятно. Тихо! Папка сам все сделает. Итак, мой инструктаж будет в стиле casual. Что является его главной составляющей? Правильно, джинсы. Ты, благореченец, вообще помнишь, что изначально это одежда для рабочих? Это был самый прочный и удобный вариант. В послевоенное время джинсы завоевали любовь ковбоев. А в наше время деним – это свобода, различные детали, а также инновационный подход. Кстати, в чем инновация? Ну, слушай. Между прочим, существуют коллекции под названием «Эко-спа», где используются экологически чистые натуральные красители. Ты че стоишь? Иди, иди давай, не мешай. Сегодня на съемке я главный. Иди. Это еще не все ноу-хау джинсовой индустрии. В наше время джинсы шьют для любых погодных условий. Летом можно носить джинсы и не сходить с ума от жары. А зимой, то есть прямо сейчас, пора утеплиться и примерить джинсы, которые поддерживают тепло. Шутки про начес неуместны. Тут все дело в ткани и специальных нитях. А это джинсы бойфренды. Сочетание стиля и комфорта. Заимствованы, кстати, из мужской линии одежды. Но, как ни странно, хорошо сочетаются и с кроссовками, и с обувью на каблуках. Но и это еще не вся информация. Мальчишка, иди сюда. Сейчас я вам покажу, как надо делать инструктирование. Смотрите, этот значок говорит о том, что эта вещь сохраняет тепло при особо низких температурах. Эта вещь, вот этот вот значок, говорит о том, что она двухсторонняя. А вот этот значок говорит о том, что здесь присутствуют отражающие светоэлементы. Все понятно? Молодцы. Денис, уходим. А еще я расскажу о нестандартных моделях. Мне несложно. Вот это джинсы под кодом, названием «Вторая кожа». Это исключительно женский вариант, потому как очень тесный и, прям скажу, вызывающий. На мне вариант более привычные джинсы из вельвета. С годами они не теряют своей популярности. Носить их, значит, мгновенно давает своему образу солидности. Продемонстрировать безупречный вкус, престиж и тонкое чувство стиля. Красивую инструкцию подготовил Владис, ведущий и дежурный по рубрике. Что нужно сказать? Спасибо. Молодец. В среду за меня студия запишешь. Я сказал только одно слово можно. Улыбайся. Друзья, на этом все. Было интересно и весело. Обязательно еще встретимся в эфире нашего телеканала. До скорых встреч. Пока. Студия красоты «Золотые ножницы». Переехала. Ждем всех по новому адресу на Октябрьской 197. Телефон 563-200. Генеральный спонсор программы – компания «Стройленд». «Стройленд». Закажи свой потолок на стройленд1.ру. Пожалуйста, пропустите. Это очень срочно. Разменяйте мне, пожалуйста, тысячу по пятьсот. Мне просто нужно заплатить за потолок. Натяжной потолок от «Стройленд» всего за пятьсот рублей в месяц. 4636.0 КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok